Боги, покровительствующие телевизору и Ютьюбу, услышали мои молитвы и сделали оперативные совещания правительства Республики Башкортостан снова информативными и интересными. Прошедшая оперативка в правительстве Республики Башкортостан была короткой и чрезвычайно интересной, но давайте обо всем по порядку. Как обычно в начале Радий Хабиров огласил кадровые перестановки, которые произошли за прошлую неделю. В частности, он сообщил, что Андрей Иванюта утвержден исполняющим обязанности главы Белорецкого района. Это я отдельно сообщаю для тех, кто обзывал меня вруном и дезинформатором во время стрима. Андрей Иванюта все-таки стал исполняющим обязанности главой Белорецкого района, и я уверен, что он станет главой Белорецкого района. Как бы хорошо или плохо, я не относился к Андрею Иванюте. Также Хабиров оговорился, что бывший глава Белорецкого района, одиозный и многолетний руководитель этого горного и непростого района господин Миронов, цитирую, «Хабирова остается вместе с нами и работает». Хабиров, слава богу, не уточнил, кем будет работать господин Миронов. Это, конечно, фигура абсолютно токсичная. Я надеюсь, что Миронов не будет занимать каких-то существенных и важных постов ни в правительстве, ни в структуре администрации, а как максимум просто отсидится на передержке. Завершая вступительную часть, Хабиров сообщил некую статистику, а именно индекс промышленного производства, который составил в январе 2020 года 101,9%. То есть прирост составил 1,9%, что вдвое меньше, чем средний прирост индекса промышленного производства в 2019 году. Хабиров с некой тревогой это отметил, сказал, что нам есть к чему стремиться, надо наращивать и так далее. Традиционный первый вопрос о оперативной обстановке в ЖКХ на дорогах и чрезвычайных ситуациях. Традиционные три докладчика. Первый Беляев. Беляев, как обычно, сообщил, что ЖКХ работает стабильно, а уборка снега идет в штатном режиме, чтобы это не значило. Также Беляев, как теперь повелось, стал сообщать о успехах в области мусорной реформы. И он сообщил, что регоператорам твердых коммунальных отходов рекомендовано погасить задолженность перед транспортными компаниями. Напомню, что на прошлой оперативке тот же самый Беляев сообщал, что регоператорам до 20 февраля предписано погасить эту задолженность. Теперь осталось до 20 числа, в общем-то, два с половиной дня. И Беляев уже просто рекомендует ее погасить, не называя даты. Ну, прямо скажем, что-то мне подсказывает, что долги эти погашены не будут. А также господин Беляев сообщил, что запущена система фотофиксации вывоза ТКО. Но на полях сообщу, что эта система уже давным-давно работает, и организовали ее сами граждане. Бесконечный поток фотографий о том, как устроен вывоз твердых коммунальных отходов Республики Башкортостан, самым живописным образом иллюстрирует работу господина Беляева и его борьбу за наведение порядка в области вывоза твердых коммунальных отходов. Выслушав Беляева, Хабиров сделал, на мой взгляд, совершенно резонное замечание. Достаточно раздраженно Хабиров сообщил, что хватит общих фраз, и спросил Беляева, когда он начнет докладывать цифры в динамике. Хабиров твердо сказал Беляеву, что он не видит динамики. Это действительно так. А также Хабиров ему сообщил три параметра, по которым нужно докладывать теперь. Это задолженность и ее изменения в динамике от прошлой недели, от позапрошлой. Это собираемость платежей и изменение этих собираемостей платежей, то есть увеличение собираемости и количество контейнерных площадок. Но господин Беляев докладывает свои успехи обычно в абстрактной форме. Все хорошо, все по графику, все штатно. Вот пойми, из недели в неделю он это делает. Я уже даже иронизировал на тему того, что ему нужно изготовить таблички и поднимать их, как на конкурсе красоты. Все хорошо в ЖКХ, все штатно, все по порядку и так далее. Но, тем не менее, подобная формальность, я так понимаю, уже больше не прокатывает. Вторым докладчиком, как обычно, был Тимур Мухаммедьянов, который сообщил, что количество ДТП на прошлой неделе уменьшилось на 10 по сравнению с прошлым годом. Пострадавших оказалось на 16 меньше, чем по сравнению с прошлым годом, а погибло на 4 человека меньше, чем в прошлом году в тот же период. То есть, как бы, по всем фронтам у Мухаммедьянова плюс. Я, как и многие зрители, конечно же, ожидал с неким злорадством, что вот сейчас-то Хабиров отыграется на Мухаммедьянове по поводу того безобразного скандала, который случился в минувшую неделю в Энорсе, когда вот эта умная остановка оказалась абсолютно тупой, на которую завезли Хабирова. Но Хабиров никак не прокомментировал выступление Мухаммедьянова, только вставил свое замечание о том, что он очень высоко оценивает на данный момент работу аэропорта Уфы. Там очень хорошие показатели, результаты года. И Хабиров просит Мухаммедьянова изыскать возможность наградить руководство аэропорта каким-то образом, ведомственными наградами, премиями или какими-нибудь грамотами. Следующим выступающим, естественно, был Фарид Рифович Гумеров, который сообщил, что у нас как-то немножко многовато стало пожаров, 127 за неделю, и в них погибло очень много, 12 человек. Из хорошего Фарид Рифович сообщил о том, что в Башкирии так и не обнаружено очагов заражения коронавирусом. Вторым вопросом оперативного совещания был самый удивительный и самый странный доклад этой оперативки, который меня, в общем-то, потряс до глубины души. Начиналось все достаточно прозаично, а заглавлен этот доклад был об итогах реализации проекта сертификат дошкольного образования в городе Стрельтомаг. Ну, сразу навевает на сонный лад, и я, в общем-то, стал клевать носом, когда на сцену взобрался первый заместитель министра образования Республики Башкортостан, Мавлет Бердин Ильдар Маратович, и начал рассказывать, что в Республике Башкортостан есть некая проблема с местами в дошкольных детских учреждениях, что в 2019 году было введено 22 детских сада и так далее, и так далее. Ну, в общем-то, такой, на первый взгляд, совершенно проходной доклад о том, что есть проблема с количеством мест в детских садах, что в Уфе, например, 142 ребенка всего лишь навсего, что не очень верится, стоят в очереди в детский сад, что есть проблемы в Иглинском районе, в Чешминском районе, в Уфимском районе, в Стрельтомаге. И тут Ильдар Маратович начал рассказывать нам о том, каким образом он решил проблему с этим дефицитом мест в детских садах в городе Стрельтомаге. Что же сделал Ильдар Маратович, и что меня так восхитило? Сделана была следующая штука. В городе Стрельтомаге не хватает мест, и нет достаточного количества детских садов. Вместо того, чтобы их строить, Ильдар Маратович сделал следующую вещь. Он начал раздавать сертификаты нуждающимся детям и родителям этих детей на сумму 6 тысяч рублей в месяц. При помощи этого сертификата можно было оплатить услуги, например, частного детского сада. В каком-то обозримом промежутке, примерно 9-10 месяцев, в городе Стрельтомаге сформировалась бизнес-среда частных детских садов. То есть появилось некое количество, достаточное количество мест в детских садах, причем экономика сложилась. То есть даже если место в детском саду стоило, например, 7 или 8 тысяч в месяц, то родители платили тысячу или две. Это вполне подъемные деньги. Но это же частный детский сад. Он другого качества и совершенно иначе выглядит, чем вот эти вот ужасные фабрики по выращиванию стандартных детей с толстыми воспиталками и вороватыми директрисами. То есть неожиданным образом в городе Стрельтомаг эта проблема была решена. Причем была решена абсолютно позитивно и конструктивно. Дело в том, что Ильдар Маратович разработал систему, которая не только решила проблему локально в Стрельтомаге, но в принципе имеет перспективу для того, чтобы решить эту проблему вообще повсеместно. В Уфе и в Башкирии в целом. И что меня больше всего поразило, и тут я проснулся окончательно, то, что Ильдар Маратович привел нам сравнительную стоимость, например, всех этих затрат, если бы в Стрельтомаге был построен детский сад. Так вот, если бы он построил там с нуля детский сад, например, на 260 мест, а примерно столько детей получили сертификаты, то это бы обошлось в 200 миллионов, а содержание этого детского сада обошлось бы в 16,6 миллиона рублей как минимум в год. А Ильдар Маратович истратил на вот эти сертификаты только 15 миллионов в год. То есть, фактически, отпала необходимость в строительстве детского сада, фактически, появился новый малый бизнес, несколько частных детских садов, и еще произошла экономия бюджета. То есть, вот осмыслив все вот это, понимая, что мы, наверное, столкнулись с первым примером того, как на оперативном совещании прозвучал абсолютно правильный, выверенный и результативный доклад о осуществлении, уже фактическом осуществлении, настоящего реального проекта. То есть, я был, честно говоря, в шоке. Перемотал, просмотрел снова. Ну, все вот так, как вот рассказывает Ильдар Маратович. И, в принципе, конечно, мультиплицировать его опыт на всю республику необходимо. Таким образом, проблема с детскими садами будет решена везде. Есть, конечно, некоторые проблемы, которые существуют фундаментальные. В первую очередь, это кондиция помещений. Дело в том, что СНИПы и требования к вот этим детским заведениям, которые устраиваются в каких-то помещениях, они очень высокие, эти требования. Им нужно соответствовать. Всевозможные органы контроля, в том числе и Министерство образования, контролируют статус этих помещений. Там должны быть пожарные выходы, должны быть там раздельные всевозможные помещения, там так далее, так далее, для питания, для приготовления пищи и так далее. Но, в общем, все это проходимо. И вот бесплатные советы, ноу-хау. Именно на эту задачу нужно бросить тех самых пресловутых бизнес-шерифов в городах, где есть проблема с детскими садами, с местами в детских садах. Именно эту проблему в первую очередь должны решать главы, то есть находить эти помещения. Бизнес делает все сам. Только нужно дать небольшой толчок. То есть, вот, по крайней мере, определить эти помещения, помочь им получить их. Платить будут. Экономика тут работает, судя по тому, что, вот, например, в Подмосковье этот же проект был запущен на ценовой категории 6,5 тысяч рублей. Ну, в Башкирии 6 тысяч рублей. Вполне сходные цифры, то есть мы все-таки не Подмосковье, да? И, соответственно, это вполне себе интересный стимул для развития малого бизнеса. То есть, набирая условно 100 детей в детский сад, такой среднего размера, люди уже обеспечивают 600 тысяч ежемесячного поступления только от сертификатов. Плюс еще какие-то доплаты, плюс еще какие-то вещи. Ведь надо помнить, что даже муниципальный детский сад у нас все равно не бесплатный для родителей. Мои аплодисменты Ильдару Маратовичу. Я не знаю, самостоятельно ли он реализовывал этот проект и будет его реализовывать дальше. И какая там роль нашего пресловутого министра Хажина, но я бы с удовольствием видел Ильдара Маратовича, например, нашим будущим министром образования. Третьим и центральным вопросом оперативки был вопрос о готовности муниципальных образований республики к дорожно-строительному сезону 2020 года. Доклад делал, конечно же, Мухаммедьянов Тимур Рафисович. И вот тут-то мы с моими соратниками и единомышленниками опять подключились к ожиданию разгрома Мухаммедьянова в связи с провалом в Энорсе. Но давайте обо всем по порядку. Во первых строках Тимур Рафисович сообщил о своих несметных богатствах. Я имею в виду бюджет его ведомства. Напомню, что Тимур Рафисович самый богатый министр в нашем правительстве. По моим скромным оценкам, в его обороте в 2020 году будет около 37-39 миллиардов рублей. Это те деньги, которые так или иначе направляются на строительство, ремонт, обслуживание дорог. И всевозможные вот эти вот манипуляции с транспортом и так далее. Только объем дорожного фонда Республики Башкортостан в 2020 году, со слов Тимура Рафисовича, составляет 19,1 миллиарда рублей. Еще 9,6 миллиарда Тимур Рафисович дополнительно запросил в федеральном бюджете и очень рассчитывает их получить. Какие же приоритеты у Тимура Рафисовича при растрачивании вот этих вот огромных сумм денег, повторюсь, что 30 с лишним миллиардов рублей готов Тимур Рафисович в этом году угробить в собственном ведомстве. Так вот, приоритетами является доведение состояния дорог до соответствия нормам, которые существуют в Российской Федерации. Согласитесь, очень благая цель. В 2019 году, например, региональных дорог только 55% соответствовало этим нормам, а 45% не соответствовали. То есть их можно было бы, например, формально закрывать, потому что они не соответствуют нормам, их надо закрыть. И только здравый смысл подсказывал нашим контрольным службам и всевозможным контролирующим организациям не делать этого, потому что это парализует республику. Затратив свои гигантские деньги, Тимур Рафисович планирует добавить к этим 55% нормальных дорог в республике Башкортостан, региональных дорог, знаете сколько? 0,3%. То есть на 0,3% он сделает лучше. Было 55%, а станет 55,3%. Дальше. В городе Уфе было 61,35% дорог, которые так или иначе соответствовали нормам. И, истратив вот эти гигантские деньги, Тимур Рафисович доведет эту цифру до 65,8%. То есть всего на 4 с небольшим процентом улучшится состояние дорог. Вот это очень сильно настораживает. Одновременно оглашая какие-то совершенно астрономические цифры, Тимур Рафисович заранее готовит нас к весьма скромным успехам на этом поприще. Далее Мухаммедьянов же выписал цели и задачи уже в частном порядке, что он собирается делать. Что основную часть денег он истратит все-таки на ремонт дорог, а меньшую часть истратит на строительство дорог. Что у него в работе находятся 1900 объектов. 2000 километров дорог он отремонтирует. Построит, правда, всего 45 километров дорог. Очень скромно звучит. А также он отремонтирует 40 мостов и в том числе будет строить и в ближайшее время достроит дополнительную вставку моста через Белую в направлении аэропорта. Каковы же этапы большого распила, который планирует предпринять Мухаммедьянов в 2020 году? Нисколько не стесняясь, он нам сообщил об этих этапах. С 15 апреля по 15 июня будет происходить тот самый пресловутый ямочный ремонт. То есть, все идет по кругу. Опять ямочный ремонт, опять, значит, будут эти приложения и так далее. Потом Мухаммедьянов объявляет месячник благоустройства, который, правда, будет длиться у него полтора месяца. С 1 мая по 15 июня. С 1 июня он приступит к строительству и ремонту дорог и завершит все работы к 15 ноября. Ну, таковы вот мажорные планы господина Мухаммедьянова. 80% готовности исполнения всех работ он хочет достичь уже к 1 сентября. А также он обязуется продолжать совершенствовать приложение Дорожный эксперт. Тут, конечно, опасная тема. Посмотрим, как он его будет совершенствовать. Мы помним, что уже в прошлом году были выявлены факты, когда внутри этого Дорожного аспекта, эксперта, этой системы, когда граждане могут сфотографировать ямку и отправить ее в ведомство, были выявлены совершенно мошеннические механизмы, когда в ответ на пришедшую фотографию с ямой тут же отправлялась фотография с отсутствием ямы, но тем не менее яма сама не устранялась. Там это были некие манипуляции изображениями. Господин Мухаммедьянов нам сообщил о масштабах вмешательства и улучшения дорожного хозяйства конкретных городских агломераций. Он нам сообщил, что в Уфимской агломерации он отремонтирует 70 километров дорог и непосредственно в Уфе всего 21 километр. Это очень мало. В Стерльтамакской агломерации эти цифры, соответственно, 58 километров в общем и только 15 километров дорог в самом Стерльтамаке. Очень скромно, прямо скажем. Это еще одно подтверждение того, что Мухаммедьянов уже заранее объясняет нам, что он нифига не будет делать, но 30 с лишним миллиардов он истратит. А также он планирует установить 450 новых камер слежения и фиксации нарушений ПДД. Кстати говоря, изначально планировалось 880. Почему их стало в два раза меньше, тоже непонятно. Бюджет, между прочим, у него только растет. Завершая свой феерический доклад, Тимур Рафисович оптимистично заявил о том, что существенных рисков неисполнения программы и планов не существует. И также он абсолютно не чувствует угроз недостижения показателей. Ну, посмотрим. Дело в том, что уже комментируя доклад Мухаммедьянова, Хабиров, например, сообщил об этих рисках. И, на мой взгляд, эти риски весьма существенны. В частности, Хабиров сообщил, что слабым местом исполнения всех вот этих дорожных программ является проведение конкурсных процедур. Дело в том, что конкурсные процедуры завязаны не вполне на сам комитет Мухаммедьянова, а очень многие из этих конкурсных процедур проводятся муниципалитетами. Соответственно, зачастую выявляются очень низкие компетенции муниципалитетов в части проведения этих конкурсных процедур. Опаздывают, не успевают, обнуляются конкурсы, отменяются конкурсы, проводятся заново, теряются месяц, полтора-два, и вот уже на дворе сентябрь, а асфальт начинают класть опять в воду. Как, кстати, было в конце 2019 года. Многократно жители Уфы и республики фиксировали ремонт дорог в ненастную погоду, когда уже был снег, когда уже стояли глубокие лужи, но господин Мухаммедьянов гнал план. Также Хабиров повелел, приказал Мухаммедьянову при финансировании проекта «Родная улица» платить только тем муниципалитетам, которые готовы благоустраивать пространство вокруг заасфальтированных улиц. Это та самая история, когда в центре деревни асфальтируют один километр дороги, по ней цокают каблучками селянки, и теперь вокруг должны стоять красивые покрашенные скамейки, иначе денег муниципалитет не получит. Ну, отчасти это, конечно, разумно. С другой стороны, надо бы довести до этих муниципалитетов, что же подразумевается на самом деле под этим благоустройством. То есть, у каждого свои представления о прекрасном. Кто-то покрасит забор известкой, кто-то поставит кованые, чугунные или литые скамейки. То есть, ну, вариантов много. Надо бы выработать некий стандарт. Далее Хабиров поинтересовался у Мухаммедьянова очень интересной темой, которую Мухаммедьянов как-то странно опустил. Он, наконец-то, я имею в виду, он это Хабиров, задал вопрос по ЖД-проекту Мухаммедьянова. Мы помним, что мы так прощелкали один глобальный проект по железной дороге. Об этом Мухаммедьянов говорить не любит. Это один из его, ну, таких важнейших провалов. Но Хабиров настаивал, задал вопрос, что у нас по проекту Уфа-Нефтекамск, имеется в виду железнодорожная ветка, и обходная кольцевая дорога вокруг города Уфы, которая тоже была запланирована и тоже обсуждалась на федеральном уровне. Вот тут Мухаммедьянов, на мой взгляд, поплыл, потому что он не ожидал этого вопроса, начал что-то бормотать, что дорога Уфа-Нефтекамск, эти 175 километров, разрабатывается документация, возможно, к концу года, может быть, если он успеет и сможет, и у него все получится, звезды сложатся, и петух там прокукарекает 7 раз поутру, тогда, может быть, он успеет завершить только документацию. И, может быть, если, опять же, все будет складываться, в 2024 году выйдут на строительство. В общем, ответ этот можно было перевести так. Я один черт здесь до 2024 года не просижу, сидите, ждите, у меня пока ответ не готов. Ну, в общем, конечно, понятно, что вот на тему Уфа-Нефтекамск ответа никакого нет. По объездной дороге Мухаммедьянов нехотя отчитался, что на сентябре 2020 года намечено подписание договора с РЖД. Это только подписание договора, которое там как будто бы будет строить, которое инвестор или не инвестор. В общем, конечно, я бы на месте Хабирова подобного ответа не принял, но Хабиров промолчал. Резюмируя доклад Мухаммедьянова, скажу, мы так и не дождались разгромы Тимура Рафисовича по поводу инцидента в Инорсе. То ли Хабиров простил ему это дело, то ли он затаил обиду, то ли Хабиров резонно, в общем-то, предположил, что провал по этому направлению транспортной реформы, он во многом и его собственная неудача, но, в общем, разбора полетов на эту тему не было. Четвертым завершающим докладом оперативного совещания был абсолютно ненужный, абсолютно непонятный доклад, который делал управляющий региональным отделением Фонда социального страхования Латыпов Марат Мукминович о выплатах и пособиях жителям Республики Башкортостан за счет средств Фонда социального страхования. Я уже давно говорю, что непонятно, зачем на оперативках выступления федеральных чиновников, а Фонд социального страхования это федеральная структура, по сути, он не подчиняется правительству Республики Башкортостан, и зачем федеральные чиновники, типа там, вот этих вот всяких надзоров и всевозможных фондов делают доклады, совершенно непонятно. Кроме всего прочего, Марат Мукминович, человек, оказавшийся совершенно неспособный к публичным выступлениям, весь его доклад свелся какой-то кашей слов, в которой постоянно всплывало слово «миллиард». Он говорил что-то невнятное, и вдруг было слышно «миллиард», 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 в общем, конечно, это было ужасно. Слава богу, доклад длился недолго. Из него можно было почерпнуть, что общий бюджет Марата Мукминовича составляет 16 миллиардов рублей, что немало. Куда он эти тратит деньги, непонятно, но в основном на помощь беременным, на содержание вот эти всякие выплаты и прочее. Также Марат Мукминович сообщил нам, что он активно занимается обеспечением нуждающихся и застрахованных в соцстрахе санаторно-курортным лечением, аж целых 100 миллионов рублей он тратит в год на эту задачу. Правда, в очереди за путевками приходится стоять по три и больше лет. Марат Мукминович посетовал на то, что очень трудно движется внедрение электронных больничных листов. С места Забелина опросили, и Забелин сказал, что 50% больничных листов сейчас уже выдаются в электронном виде, что этому очень препятствуют сами работодатели. Ну, в общем, кое-как удалось Марата Мукминовича усадить на место. Доклад его никоим образом не комментировал Сахабировым. Но зато были интересные ремарки после доклада, которые не относились, в общем-то, к Фонду социального страхования. Отмучившись с докладом председателя Фонда социального страхования, Хабиров обратился к делам насущным. Задал вопрос Фазрахманову, как обстоит дело с компанией «Мияки молоко», это «Белое облако», производитель довольно популярных молочных продуктов в Башкирии, на мой взгляд, одних из самых лучших и самых качественных. Напомню, что буквально 2-3 недели назад случился коллапс в этом предприятии, предприятие было остановлено по причине некого финансового кризиса, отсутствия оборотных средств и так далее. Фазрахманов отчитался о том, что предприятие запущено заново, оно работает, уже в 150 магазинах появилась продукция и скоро она появится вновь в сетях, и новый инвестор оплатил все задолженности и запустил предприятие заново. Собственно, эта история очень примечательна чем? Тем, что, оказывается, в Башкирии есть люди, которые готовы заниматься реальным бизнесом и финансировать подобные вещи. Оказывается, существует механизм быстрой реанимации рентабельных, но попавших в трудную ситуацию предприятий. Я не знаю, чем закончится эта история, но речь идет о том, что 150 миллионов рублей будут изысканы на вливание в это предприятие и через региональный фонд, или через какой-то банк-оператор, или найдется банк-кредитор, который даст эти деньги для оживления предприятия. Я очень надеюсь, что «Белое облако» не исчезнет с прилавков республики Башкортостан. Качественная продукция пускай производят, в экономику надо вникать. Я не знаю, насколько там Фазрахманов справится с этой задачей, но надеюсь, что вот этот загадочный новый инвестор, фамилию которого, кстати говоря, упомянули, справится с этой задачей и будет работать на благо республики и своего кармана. Далее Хабиров посетовал, что ситуация с мияки молоко, белым облаком, не единственная в республике, и, судя по всему, достаточно тревожные события ждут нас в ближайшем будущем. В частности, Хабиров упомянул, что аналогичная проблема в Мелиузе. Там остановился Мелиузовский сахарный завод, то есть нужно заниматься этими всеми вещами. И тут речь, конечно, идет о том, что вряд ли ситуация в экономике будет улучшаться, но задача правительства на данный момент как минимум держать ее в стабильном положении, а как максимум привлекать инвестиции и начинать заниматься реальными работами, реальными процессами внутри экономики. Что, на самом деле, конечно, не по силу многим членам нынешнего правительства, и это наводит на мысль о том, что, ну, пора бы уже начинать что-то менять. Закончив с повесткой оперативного совещания, Хабиров перешел к общим вопросам, к традиционному Алаверды, и вот это завершение оперативки было, пожалуй, самым интересным из того, что случилось в минувший понедельник. Обращаясь к Назарову, Хабиров с нарастающим раздражением заговорил о заграничных поездках членов кабинета правительства и чиновников республики. Дословно цитирую Хабирова, если наши чиновники выезжают за границу, я прошу предоставлять мне информацию, что они там делали и какие были результаты. Чиновничий туризм прошу завершить, и ритуальные поездки тоже прекращайте. Конец цитаты. Собственно, тема, конечно, не новая, но, судя по всему, поступила какая-то аналитика на тему количества этих поездок, их целей, задач и так далее. Далее мы еще услышим, я вот продолжу обсуждать эту тему, рассказывать, как это было на оперативном совещании, мы поймем, о чем идет речь. Хабиров обрушился на сидящих перед ними и продолжил. Пустых поездок нам не нужно. Назаров поддержал Хабирова, вставив, значит, свои пять копеек в эту тему. Ну, как положено, надо же поддержать начальство. Вот это верно, цитирую я Назарова уже. Вот мы остановили поездку комитета по внешним связям на строительный форум. Зачем им туда ездить? Из зала откуда-то там начали невнятно оправдываться, зачем они туда собрались ездить. Было неразборчиво, непонятно, там какое-то бубнение, значит. Но Хабиров, в общем-то, пресек эту тему и сказал, мне неинтересно, кто там по какой линии ездит. То есть есть такое чиновничье понятие, там по линии ведомства. И вот Министерство внешних связей по своей линии поехало почему-то на строительный форум, вернее, попыталось поехать. Хабиров продолжал бушевать. Вообще запрещу эти поездки. Хочу понимать, что вы привозите оттуда. Ну что они оттуда могут привозить? Сыр, хамон, хорошие одномальтозные виски, сертификаты на покупку квартир, загар. Что еще можно привезти из этих поездок? Хабиров был уже неудержим. Цитирую дальше. «Я сейчас опубликую, кто из вас куда ездил. Несладко будет». Вот этот вот пассаж с угрозой опубликовать, кто куда ездил, меня особенно очаровал. Радий Фаридович, пожалуйста, опубликуйте. Мы уж там как бы это, не сладко организуем, это безусловно. Но вообще, конечно, безумно интересно, кто из них куда ездит, потому что, судя по всему, ну, помимо вот этих вот ритуально-традиционных поездок в Австрию, очень много куда ездят. В частности, там, ну, буквально на прошлой неделе министр торговли у нас имел неосторожность ездить всего лишь в Узбекистан. Ну, правда, привез оттуда какой-то крупный контракт. Мы еще пока не знаем какой, но вроде как привез. Хабиров самым жестким образом обрушился на вот эту тему так называемого чиновничего туризма. Вообще, конечно, эта проблема существует. И работает это следующим образом. В огромном море всевозможных тематических и ведомственных мероприятий, конференций, симпозиумов, совещаний, собраний и так далее, вылавливается пара-тройка каких-нибудь любопытных мероприятий где-нибудь в милой Бельгии, в замечательной прекрасной Италии или даже в каком-нибудь далеком экзотическом Сингапуре. И потом начинается работа. Секретари и помощники связываются с этими, значит, администраторами, организаторами этих мероприятий. Уточняют повестку, выясняют представленность и представительность этого мероприятия. Вносят предложение начальству. Начальство смотрит, прикидывает график, накладывает их на свои хотелки и так далее. И вот формируется необходимость поехать. Какой-нибудь комитет по защите и охране чего-нибудь, каких-нибудь памятников архитектуры, например, вдруг внезапно осознает, что ему жизненно необходимо присутствовать на какой-нибудь конференции по защите медных крыш в городе Отверпене на недельку, в самый разгар мая, ну и так далее. По сути, конечно, это разбазаривание бюджетных средств. 7, 8, 9, а иногда и более человек выезжают в теплые края и замечательные страны, проживают в отнюдь не самых дешевых гостиницах, летят иногда бизнес-классами. Я сам лично наблюдал, как делегация города Волгограда летела из Москвы в Сингапур бизнес-классом. Билет на самолет стоил, внимание, 8 тысяч долларов на каждого. То есть, конечно, это было безобразие и ужасная история. И вот частенько это происходит. Именно об этом говорил Хабиров. Тут, на самом деле, какое лекарство и какой способ с этим всем бороться, отменять полностью, конечно, поездки чиновников нельзя. Зачастую из этих поездок привозятся и контракты, и какие-то договоренности. И без этого нельзя. Не контактировать с внешним миром нельзя. Но должна быть введена жесткая система KPI. Как правильно и образно заметил Хабиров, сообщайте нам, что вы оттуда привозите. Кроме хамона, значит, милых сувениров и загара, должен быть четкий отчет, что мы съездили и стратили, вот смотрите, там 15 тысяч долларов, да, привезли контракт, там, на миллиард рублей, там, или, там, 10 миллионов долларов, который принесет нашей республике в виде налогов, например, там, 200 тысяч долларов. Вот это нормальный отчет. Вопросов нет. 20 тысяч потратили, 200 тысяч заработали. Вот так можно работать. А вот этот вот чиновничий туризм, тут я полностью с Хабировым согласен. Это нужно прекращать и искоренять. Завершив с разгромом чиновничьего туризма, Хабиров не завершил свои разгромные заявления на этой оперативке. Чуть-чуть помедлив, он как-то начал издалека. И вроде даже как-то мирно. «Мы вот тут планируем», — сказал Хабиров, «проект с Министерством образования по недопущению использования телефонов школьниками в школах». «Но», — внезапно развернул ситуацию Хабиров, «начать придется с правительства. Я вот тут сижу выше вас», — упомянул свою чисто техническую, физическую позицию в зале Хабиров, «и я все вижу. Вы зачем сюда приходите?» — обратился он в зал. «Уставитесь в телефон и ту-ту-ту-ту-ту». Конец цитаты. Хабиров говорит о том, что во время совещания многие чиновники сидят и пялятся в телефон, там чего-то чатятся, какие-то смс-очки отправляют. Я много раз обращал внимание на то, что в первую очередь Ростислав Равкатович Мурзагулов у нас этим грешит, но он всегда это делал демонстративно, как будто бы ему это можно, остальным нельзя. Но, видимо, это заразно. И Хабиров уже, видимо, чаша терпения у него переполнилась. Цитирую дальше. «Не ходите тогда сюда, мебель нам здесь не нужна. Вы с себя начните. Мы же в прямом эфире, нас же смотрят». В общем, конечно, вот этот эмоциональный пассаж по поводу телефонов и довольно-таки откровенного неуважения к выступающим и к председательствующим вкупе с заявлением о чиновничьем туризме, конечно, иллюстрирует то, что внутри Хабирова скопилось некое раздражение собственными подчиненными. Судя по всему, наступает осознание того, что по прошествии полутора лет то, что собралось в виде правительства, это не до конца устраивающая Хабирова кампания. Я все-таки продолжаю предполагать, что в ближайшее время произойдут какие-то существенные кадровые изменения. Апрель-март этого года нам покажут. И, судя по всему, вот эти эмоциональные заявления, которые, собственно, не были бы, наверное, обязательными, особенно в публичном пространстве, они продукт именно вот этого накопившегося раздражения, некой усталости от управления правительством. Ну, посмотрим, во что это все выльется, и кто будет отвечать за то, что изображает мебель на заседаниях правительства. Редактор субтитров А.Семкин